Депутаты законодательного собрания Забайкальского края приняли в первом чтении законопроект, согласно которому жители больше не смогут отправить в отставку губернаторов. Соответствующий краевой закон потеряет свою силу. Как отметил депутат Сергей Судорин, отменить его действие потребовалось после принятия федерального закона, который исключает возможности избирателей в каждом субъекте Российской Федерации отзывать своих губернаторов. В новой редакции федерального закона не предусматривается такого права. Для населения предполагается, что отстранять руководителей регионов будет президент. В другом случае уйти из должности сможет сам губернатор по своему желанию. Депутат городской думы Александр Щебеньков упрекнула главу Читы Евгения Ирилова в высоком годовом доходе по сравнению с бывшим мэром Анатолием Михалевым. В 18-м году действующий тогда председатель городской думы Михалев зарабатывал и декларировал 3 миллиона 200 тысяч рублей, а в 20-му председателя Ирилова 4 миллиона 700, заметил Щебеньков. Он добавил, что у Михалева был обширный посложной список, благодаря которому его доход увеличивался различными надбавками. Евгений Ирилов ответил, что Щебеньков вводит людей в заблуждение, поскольку доход и зарплата – это разные вещи. Хозяйка 13 псов, которые по версии Генпрокуратуры России загрызли девочку в дом, не признала свою вину, сообщили в управлении Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу. Напомним, 22 января около 17 часов в полицию поступило сообщение о том, что девочка пропала. Через полчаса на пустыре обнаружили ее тело, на котором были следы нападений животных. Предположительно, на ребенка напали бездомные собаки. Минздрав Забайкалья тогда назвал травмы девочки несовместимыми с жизнью. Региональная СКР возбудила уголовное дело по факту гибели ребенка. 23 мая заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины. Глава контрольно-счетной палаты Забайкальского края Светлана Дороболюк во время отчета в парламенте региона рассказала, что по итогам проверки в 2021 году каждый седьмой рубль из проверенных палатой средств был использован с нарушением. Дороболюк заявила, проверки охватили значительную часть бюджета, больше 30%, сумма выявленных нарушений 15% от общей суммы проверенных средств. Каждый седьмой рубль из проверенных палатой денег был использован с нарушением. Данное обстоятельство не может не тревожить. Мы должны усилить контроль над исполнением бюджета. Она отметила, что КСП в 2021 году выявило больше 800 нарушений, больше чем на 4,5 миллиарда рублей. Наибольшей доле нарушений приходится на неэффективное использование средств. Со слов Дороболюк, почти все нарушения касаются сферы капитального строительства и реализации инвестиционной адресной программы.